Телеканал КРТ представляет Я бы его не делал, если бы не проблема конкретно государства Украины и конкретно фактически отчуждения от государственной кампании очень серьезного актива. Это судно «Титан-2». Я вот прошу, чтобы сейчас вывели эту фотографию этого корабля на экран и просто чтобы каждый гражданин Украины смог проанализировать, понять вообще, что происходит. С моей точки зрения история какая. Целый корабль, который раньше работал в морях, я так понимаю, который не Черное море, этот корабль работал в других морях и получается мы проанализировали, что каждый день тогда он приносил прибыль, а после 2014 года корабль перестал приносить прибыль и вообще сейчас идут попытки постоянно этот корабль куда-то деть. Поэтому я думаю, что кроме вас вряд ли кто-то об этой ситуации расскажет больше, расскажет более детально. Поэтому я сейчас хотел конкретно по этому вопросу, по кораблю, чтобы мы эту ситуацию обсудили, осветили и разобрались. Кто в конечном итоге хочет у государства Украина, по сути, украсть целый корабль. Это самое большое краномонтажное судно в мире, называется Титан-2, он в своем классе. По предыстории его построили еще в Финляндии в 1985 году и он передан был на баланс Черноморнефтегаза. То есть по большому счету в государственной компании этот корабль приносил постоянно деньги, его сдавали в аренду и за его использование постоянно наполнялся украинский бюджет, правильно? Да, но его взяли по всей этой истории. Этот корабль на самом деле настолько большой, что он не проходит босфор. То есть он в принципе в Черном море не может работать, потому что он в своем классе, а он самый большой, там грузоподъемность самого большого крана это 800 тонн. Есть еще вспомогательный кран, он за всю историю независимой Украины был один раз, когда он приехал, его разобрали, он перепрыл, проплыл босфор, его в Турции опять собрали, он приехал смонтировал у нас нефтяные буровые платформы и так же само его разобрали в Турции. Опять же, что вывезли, потому что на самом деле для Украины он не нужен, потому что у нас нет настолько много добычи нефти и газа для того, чтобы монтировать постоянно нефтяные буровые платформы. Поэтому этот корабль был сдан в Бербоу чартер, это без экипажа, на компанию Балтик офшор, без экипажа, повторюсь. И потом Балтик офшор уже передала мексиканской компании, которая его эксплуатировала в Мексиканском заливе. Ну, то есть, получается, государственная компания зарабатывала на этом корабле, и деньги шли в государственный бюджет. Да. И это было до 2014 года? Суточная была ставка, это 10 тысяч долларов. То есть, 3,6 миллиона долларов она приносила прибыль чистыми, без никаких затрат, это в государство Украины, в государственную компанию. Я понял. И что случилось после 2014 года? Ну, так получилось, я расскажу предысторию, почему я там оказался, да, потому что я уже с 2016 года занимаюсь проблемой этого корабля. В 2013 году, то есть, ну, вообще было решение, чтобы Крым до оккупации Крыма, для того, чтобы Крым мог обеспечить себя полностью газом, нужно было преодолеть отметку в полтора миллиарда кубов. Для этого нужно было много выполнить работ по повышению добычи газа. То есть, я как, ну, там, моя компания, там, я как директор, мы в Крыму выиграли много подрядов по повышению добычи газа, и выполняли какие-то работы, там, контракты, поставки. И вот до 2014 года мы выполнили ряд объемов договоров, и, ну, потом произошла оккупация, понятно, то есть, была перерегистрация пада черноморного нефтегаза, он был юридически зарегистрирован в Симферополе. А для того, чтобы сохранить какие-то юридические права, он был перерегистрирован в город Киев. И там, на оккупационной территории уже, было создано республиканский черноморный нефтегаз, ну, как бы двойник, да. И в связи с этим, тогда я приехал уже в Киеве, я обращался к Обалеву, обращался, там была специальная комиссия по захваченному вот этому имуществу, то, которое в Крыму было. Это нефтяные, там, газовые месторождения, да, на шельфе. Это все имущество, которое было там, там было захвачено около, там, если не мне не ошибает память, где-то около 14 кораблей самого черноморного нефтегаза. И на тот момент мы, как бы, вели переговоры с нефтегазом для того, чтобы все компании, которые выполняли работы по повышению добычи, как-то получили свои, как бы, ну, дивиденды, закрылись и, ну, разошлись мирно и спокойно. Ну, НАК нефтегаз, так как он, в принципе, должен был черноморный нефтегазу меньшую сумму, чем должны были контрагенты. Хорошо, а вы когда пришли к Коболе с этой проблемой, что вот так и так накопился долг перед вашей компанией, и сейчас такая история, что вот так и так судно непонятно где. Что он ответил на вот эту ситуацию, когда судно, фактически украинское, зависло в воздухе юридически? Нет, это еще не было вопросом вообще, я не знал даже про этот «Титан», тогда, я расскажу чуть позже. То есть мы тогда, когда нам отказали в выплатах, и плюс еще там вся задолженность Черноморного нефтегаза перед контрагентами, банками по зарплате и все остальное составляла 500 миллионов гривен на тот момент. Задолженность налоговой службы составляла 600 миллионов, и 600 миллионов это был долг самого НАК нефтегаза перед Черноморным нефтегазом за полученный и проданный ГАЗ на тот момент. Нам полностью отказали о выплатах каких-то компенсаций, то есть понятно, мы выполнили работы, мы должны были, у нас было по закону Украины, мы должны были заплатить из этой же инвестиционных денег, которые мы вложили в государство, мы должны были заплатить еще и налоги. То есть на что мы все получили негативный ответ от Коболева, комиссии, и нам ничего не оставалось для того, чтобы пойти в суд и легализировать этот долг государственной компании перед нами, как контрагентами. Поэтому все мы пошли в суд, каждый по-разному, мы в том числе, и суд принял решение, что на подачу Черноморным нефтегаза должен нам сумму в размере 28 миллионов 774 тысяч. И вот на этом этапе возникло судно. Потом, чуть-чуть позже, ну вот после этого мы, после выигрыша того, как мы выиграли суд, мы открыли исполнительное производство. В исполнительном производстве там было под арестом все буровые, все имущество там около, не знаю, там 16 кораблей, по-моему, или 18 кораблей. И потом это была чисто случайная такая встреча у меня с товарищами, одним из начальников портов Крыма. Ему звонил начальник порта Одессы, сказал, что вот у меня пытаются взять справку по ветчужиню одного корабля. Корабль это был «Титан-2». На что я, конечно, задал вопрос, а почему именно этот корабль? Потому что, ну, в принципе, я думал, что весь флот «Черноморнефтегаза» был захвачен. Ну и мы, он посоветовал потом еще наложить арест по ихнему там морскому праву, там, не помню, «Укртрансбеспек» или как-то, ну, не помню, как она называется. Я еще наложил внутри их системы арест. И потом решил узнать, ну, что это за корабль и почему именно этот хотели, как бы, переписать на другое предприятие. На что я увидел, что этот корабль находится в Мексике, он не захвачен. И нашли мы еще второй корабль, корабль «Атрек», который, в принципе, работал вспомогательным к этому кораблю. Это был буксировочный корабль. То есть, насколько я понял, от всего флота осталось из 16 кораблей два, которые условно не были на территории... Да, они были на захваченном. И они были в других морях. Именно поэтому, получается, эти корабли формально еще можно было каким-то образом вернуть в государственную компанию. Правильно? Нет, они и так были в государственной компании. Нет, но я имею в виду, чтобы закрепить по документам и сменить порт приписки, условно, с Крыма в Одессу. Смотрите, когда была аннексия, юридический адрес самого Черноморного нефтегаза поменялся с Крыма, Симферополя, на город Киев. И автоматически они тоже перерегистрировали весь флот. Все вот там и буровые, и вертолеты, и весь флот. Он прошел перерегистрацию на порт приписки Одессу. То есть, он фактически был закреплен за государством Украины. Потом, когда я уже нашел, что эти два корабля не захвачены, я обратился, ну, как бы, там, пошел к одному товарищу, там, второму, говорю, там, с адвокатами мексиканскими переговорил. И так получилось, что один из людей-мексиканцев, который приехал, в принципе, по поручению нефтегаза для того, чтобы там отстаивать, якобы, имущественные права этого корабля, он оказался в Киеве, мы с ним познакомились. Он рассказал историю, что НАК нефтегаз, Черномор нефтегазом хотят с ним подписать договор, для того, чтобы этот мексиканский адвокат, ну, как бы, бизнесмен, Густаво Гомес, он должен был его дальше эксплуатировать и, как бы, зарабатывать. Ну, на самом деле, мы понимаем. То есть, если этот корабль приносил прибыли чистыми 3,6 миллиона долларов в год, это суточная ставка без никаких каникул, 10 тысяч долларов в сутки, то, на самом деле, он там приносил с грязными где-то около 27 миллионов. То есть, когда я делал запрос на норвежскую компанию, сколько стоит построить такой же самый корабль, то они сказали, не менее 200 миллионов долларов. То есть, понятно, если в бизнесе, ну, в этом бизнесе вложенные деньги должны оккупаться, ну, там, не, ну, там, около 5, там, 8 лет, да, то, понятно, если разделить, то вот около 20 миллионов долларов она приносила чистыми, где-то оседала на компании, которые они отдавали в Бирбовый чартер, это была компания «Балтик офшор». То есть, наша компания государственная получала какие-то, ну, минимальные деньги. Ну, то есть, формально, получается, главным собственником это был «Нафтогаз», потом была государственная компания, которая контролировала «Нафтогаз». собственником являлся «Черноморнефтегаз», а мажоритарным собственником «Черноморнефтегаза» является 100% «Этанакнефтегаз Украины». А, ну, получается, вот эта черная прибыль, которая была, она оседалась… Она оседалась в шведской… Теоретически на подконтрольных, на руководству «Нафтегаза» компаниях. Ну, и примерно в год это было порядка, если 3 миллиона получали официально, где-то там 15-20 миллионов в год они зарабатывали дополнительно, что на этом корабле кто-то там работал через их офшорные компании. Ну, чтобы вы понимали, этот корабль, вот, была самая большая в Латинской Америке, в Мексиканском заливе самая большая авария, когда взорвался там, я не помню, там «Петролиум» или там «Шелл». Да-да-да, платформа. Платформа, даже фильм сняли. То именно этот корабль, у него очень уникальная система пожаротушения. Этот корабль его потушил, и именно этот корабль его, ну, демонтировал просто, ну, привел это все в порядок. Это был дополнительный, так понимаю, заработок наших чиновников из «Нафтогаза», которые были в «Нафтогазе». Да, потому что там срочно надо было ликвидировать аварию, и там платили уже в три раза больше. Я понял. И вот по какой схеме этот корабль хотят вообще лишить, условно, украинской регистрации и лишить украинское государство этого корабля? Я вам скажу, в 2016 году я первый раз вылетел туда, вылетел, и там была очень большая проблема. Этот корабль, она самая... Ну, в 2015 году, «Черноморный нефтегаз», то есть с 2015-го начнем, был проведен тендер по защите имущественных прав двух кораблей. Это «Атрекры» и краномонтажного судна «Титан-2». «Атрекры» он в Бразилии находился, а «Титан-2» он находился в Мексике, в Мексиканском заливе. Он был еще в рабочем состоянии, нормально, там не надо было что-то ремонтировать. Но компанию, которую в Мексиканске они сдавали в субфракт, ее улучшили в неуплаты налогов, и хозяина компании посадили, а все корабли, которые были, их там около 400 было, причем не в собственности, а там тоже в аренде фактически, был наложен арест компании «Сая», которая должна была полностью все эти корабли, как у нас есть компания «Арма», которая принимает арестованное имущество, продает на аукционе, и это все уходит в бюджет государства. И на тот момент у них такая компания «Сая», они наложили «Адмиссион арест». «Адмиссион арест» — это тот арест, когда если ты являешься собственником, ты имеешь право просто через морского агента дать заявку, сказать, что извините, это наш корабль, мы собственники, мы забираем это имущество свое, и это делается в течение суток, там ничего не надо там сверх сложного, там суды и что-то делать. Наши дали заявку, что они забирают этот корабль, но тех сказали, хорошо, забирайте, без проблем, приезжайте, заберите этот корабль, но наши не выставили экипаж, и потом был шторм, а там находилась просто охрана, и в связи с халатностью наших, то, что они не выставили, — Это, получается, от государственной компании халатность. — Да, ну, нашей государственной компании. Он сел на мель. Перед этим они провели два тендера на адвокатскую компанию «Гестерс». «Гестерс» — это по защите имущественных прав в Мексике, в Бразилии двух кораблей. Тендер, конечно, они выиграли, но интересно, одна сумма контракта была, по-моему, 5700 гривен, это по Мексике, и 5300 гривен, по-моему, по Бразилии. — И это открытая информация, да? — Да, есть она открытая. — То есть, получается, государственная компания наняла адвокатов, платит государственные деньги им несколькими платежами, и эта компания должна защищать интересы государственной компании за границей. — Ну, тендер провели на 200 долларов. Я не знаю наших адвокатов, которые бы ознакомились просто с документами, они сразу берут 200 долларов за ознакомление, да, если коммерческий какой-то вопрос. А это защищать и какое-то имущественное права государственной компании в Мексике за 200 долларов. — Потом в итоге сколько государство заплатило вот этим адвокатам? — Потом на основании этого они проводят тендер с одним участником, вот этой же же компании «Гестерс», которая якобы уже начала вести за 200 долларов, они переводят им там 6 миллионов, потом 8 миллионов, там 2 миллиона, ну, так где-то на миллион долларов они перевели. — То есть, я так понимаю, что адвокаты, которые ничего практически не сделали для того, чтобы реально вернуть этот корабль с Мексики или хотя бы закрепить его за государственные компании, они просто получали миллионы гривен бюджетных, по сути, денег с государственной компанией. И вот как они на практике защищали интересы государства Украины? Мне просто интересно. — Смотрите, там интересная ситуация, потому что они когда, ну, они-то перечисляли эти деньги, да, ну, в 16-м году, когда я прилетел, и там стоял вопрос первый. Претендовала российская компания, ну, как российская, как бы наша компания, да, но которая оккупирована, называется «Республиканский четвертый море нефтегаз». они претендовали, что это уже их имущество. И был спор между, ну, российская хотела как бы признать, что это ихний. Мы там, своей компанией, мы помогли легализировать, и чтобы мексиканское правительство приняло, признало, что это украинские корабли, это не российские корабли. Это раз. А второе было в 16-м году, если я не ошибаюсь, это был, по-моему, ноябрь или декабрь месяц, мексиканское правительство тоже хотело там сделать, как бы забрать этот корабль. Они каким образом? Один день должен был сняться экипаж. Ну, не экипаж, а охрана, которую оплачивала компания «Сая». Это государственная компания. Если в течение суток на корабле нет ни одного члена экипажа, то корабль считается автоматически брошенным и он переходит в собственность той страны, в которой в территориальных водах он находится. То есть они его сняли, а мы через час взяли и поставили охрану с автоматами. То есть они приехали на следующий день, а там охрана с автоматами. В принципе, «Черноморнефтегаз» тоже не особо-то и знал про это. А второй, когда уже это началось как бы более глобально, и там и 17-й год летал, то есть проблемы с этим кораблем, потому что все хотели его забрать, и были очень неприятные ситуации, когда у меня там в католическом храме пытались, чтобы я подписал документы на отчуждение этого корабля. Ну, как бы свои документы, передать им права, так как я имел право на этот корабль в связи с законом, если компания не выполняла свои судебные решения суда, то после шести месяцев, если она не исполнила, то я имел право на любое их имущество в любой точке мира. То есть получается, за счет того, что у государственной компании был перед вами долг, вы сейчас являетесь единственным человеком, которому выгодно, чтобы этот корабль, Титан-2, все-таки достался, с учетом всех этих споров, с мексиканским правительством, с компаниями и так далее, чтобы он достался государственной компании Украины, потому что если он не достанется государственной компании Украины, фактически вам будет должна компания банкрот. И вы, по сути, сейчас выступаете... Нет, это немножко не так. Когда я первый раз туда приехал, я первым делом, конечно, захотел его посмотреть. Я его никогда не видел живую, его даже в интернете не было. Ну, то есть, картинок его там... Ну, нельзя было его найти. И мы тогда плыли, ну, вот я смотрел один корабль, я говорю, наверное, наш корабль. Они говорят, нет, это не ваш корабль. Мы проплываем еще там километров 10, смотрю, там в 5-10 раз больше. Они говорят, это ваш. Я говорю, это наш, наверное, корабль. Ну, махина такая стоит. Они говорят, нет, ваш видно за 30 километров. И там действительно стоит такая махина. Ну, вы представляете, если корабль не проходит в Асфор, а это самый большой корабль в мире, этот «Титан-2». И он, в принципе, приравнивается немножко к... Вот у нас есть «Мрия», да, корабль, самолет Ан-225, да? Который самый большой в мире. И вот это вот самое большое. То есть он просто дух захватывает и какая-то гордость за страну, что у нас что-то еще есть, осталось. И вот из-за этого я начал защищать эти права. Но потом, там, ну, 17-й год, это там тоже были истории по этому кораблю, когда мы их там отстояли. И самый такой был, я уже, в принципе, ну, потерял надежду, потому что я приходил там в «Нефтегаз», говорю, давайте мы отстоим, давайте заберем, давайте пускай он... Ну, его очень просто снять с мели, потому что он сел там, песчаный просто берег, там нету каменных этот, и как бы техническое обследование показало, что там нету ни пробоин, то есть он ледокольного типа, то есть завез, побелил, покрасил, то, что он там уже там почернел, там краской подпадал, завез в док, проверил все, а там вспомогательные, там это, тем более у него стоит одна из самых таких дорогущих систем позиционирования. То есть точка отбивается на спутнике, он забивает точку координат, и у него даже при шторме, при монтаже отклонение от курса полтора метра. То есть он себя варьирует, там вот такие огромнейшие такие винты стоят. И вот, ну, я уже как-то, ну, отошел, я понял, что никому не надо, ни нашему президенту, ни министру вообще, ну, неинтересно это почему-то, ни Коболеву, ни главе Черноморнефтегаза. Ну, я знал просто людей, когда они ездили, и как они ездили, да, там, им оплачивали эти все перелеты. То есть, подождите, я вот не могу понять, корабль, который приносит про чистого бюджета, чистыми деньгами, 3,5 миллиона долларов, чуть больше, грязными он приносит еще 15-20 миллионов, и в правительстве, и Коболеву, и премьеру, и в резиденту вообще ничего не надо? Ну, я вам сейчас дорасскажу, вы поймете саму суть, когда я столкнулся в... Я уже, в принципе, отошел и думаю, ну, никому не интересно, то есть, а мне летать, платить свои деньги, там, за адвокатов, ну, международка, она очень дорогая, то есть, это тем более, там, перелеты очень, ну, как бы, надо брать всегда с собой переводчика. И вот в 2018 году я познакомился с новым адвокатом, это Карл Сотто Эдуардо Тревиня, тоже чисто случайно, и на что где-то, буквально там через неделю он улетел в Мексику, говорит, слушай, ваш корабль через три недели будет продан на аукционе. Я говорю, как будет продан? Ну, почему он будет продан? Ну, он говорит, тут заявилась какая-то кипрская компания, кипрская компания Ocean White, которая предъявила претензии компании, там, где оседал, как бы, ну, сам заработок, Балтик офшор, они предъявили по выплате заработной платы на сумму в 2,9 миллиона долларов. Оценили этот корабль почему-то в полтора миллиона долларов, хотя там металла, там, на 10 миллионов, там, система позиционирования, вот эта стоит 10 миллионов долларов. Ну, то есть, ну, понятно, сколько, там только металла больше, намного, чем его оценка была. То есть, понятно, они там делали такие, как бы, ну, чтобы оценить, переоценить его, они запалили бочку, там, с этим, с мазутом, подпалили, сделали якобы пожарное, ну, там, поснимали, что вот, типа, сгорел корабль этот, ну, сами взяли бочку, запалили мазут, дым пошел, все, корабль, типа, якобы, сгорел. В общем, и самое удивительное, это был по кораблю, почему для меня было дико, во-первых, это цена, во-вторых, его не было нигде в базе, что его продают, то есть, если что-то выставляется на аукционе, оно должно быть где-то в базе, какой-то, ну, ты в интернете можешь что-то найти, этого не было, это было, как вам сказать, в таком, очень глубоком месте Мексики, это, так сказать, от четвертого формата было, на табличке висела, что 24-го, 10-го, 18-го, произойдет аукцион по Титан-2 на сумму полтора миллиона долларов, ну, то есть, фактически, его даже никто не видел, то есть, он был закрытого типа. Ну, подожди, это явная такая история, что компания украинская государственная сдала в аренду корабль без экипажа, без ничего, а компания, условно, четвертая, которая предъявила офшору, который арендовал корабль, долг за экипаж, и за счет этого, получается, нужно было отчуждать корабль украинской компании? Да. То есть, они провернули такую схему, никто не знает, никто, на самом деле, про этот корабль вообще никто не знал в Украине. А вот, ну, вряд ли в Украине никто не знал, я думаю, Коболев точно был в курсе вместе с главой этого украинской компании. Они были в курсе, потому что они проводили тендера с одним участником юридической компании, а нефтегаз по поручению Черноморнефтегаза платил напрямую им денег. Ну, подождите, то есть, если вот происходит такая ситуация, и у Украины хотят отсудить такое дорогое имущество в виде корабля, тем более уникального, как минимум, посольство Украины в Мексике должно было вмешаться в эту историю и заблокировать все процессы по судебным отчуждениям, потому что это глупость. Поэтому, очень важно сейчас вот как с вашей точки зрения поступило наше украинское посольство в Мексике и конкретно что за люди за этим стоят? С посольством в Мексике вообще была отдельная история. То есть, для того, чтобы вот когда мне позвонили и сказали у нас есть срок 3 недели для того, чтобы как-то защитить права, то понятно, я как бы пошел там неофициально там в нефтегаз поговорить, там достучаться, что вот сейчас продадут, там этот, ну, мне все как бы сказали нет, мне надо было легализировать документы, легализировать документы, где у меня находится под арестом этот корабль. Понятно, что легализация документов проходит как, ну, минимум, это месяц проходит, это нужно получить гербовую печать из суда, это получается минимум там 2 недели, а может и 3 недели, потом это переводы, апостеризации судебные, исполнительные. Я просто приехал в суд, попросил выписать там специально гербовую печатью, выдается для пастеризации, слава богу, глава суда пошел на уступки, они просто за день это сделали. Я приехал в исполнительную службу, тоже попросил, они мне не отказали, тоже за, ну, там, за пару часов не сделали, хотя это анонс, до них так не достучишься, не допросишься, скажет, иди в очередь, сдавай канцелярию, там, то-то. Ну, слава богу, все пошли на уступки, но все равно, как бы, там еще переводы, потом это все, Минюз сдается, и опять же, легализация происходит, потом опять нотариус, потом, ну, своя процедура. Я не успевал, я попросил Карлоса Соте-Дару Тревини, адвоката своего, заехать в наше посольство Украины в Мексике, которое находится в Мехико, для того, чтобы попросить наше посольство, которое должно защищать на территории другой страны, граждан Украины, имущество, там, ну, как бы, все дело для того, чтобы в рамках закона отстаивать наши интересы за границей. Я попросил, чтобы он заехал к послу, и чтобы посол высказал протест на продажу в суд этого корабля. Хотя бы отсрочили на какое-то время там этот аукцион. Но, когда мой адвокат попал в наше посольство, посол его не принял, приняла Анна Пророк, там есть консул, Анна Пророк, и он сказал, что я представляю интересы Валерия Токаря компании Украина МНР. И ваше имущество хотят продать за бесценок, ну, как бы, мы бы хотели попросить, чтобы вы высказали протест в суд на продажу этого имущества. Ну, это не продажа имущества, это воровство просто имущества. На что Анна Пророк сказала, что я бы на вашем месте не имела никаких дел с Валерием Токарем и Украином МНР, хотя ее ни разу не видел, не слышал. Ну, понятно, мне задался вопрос, почему? Я зашел по ее фамилии на посольство, вел в гугле какой-то ее фамилию, имя, отчество, по-моему, пророк Ганна Васильевна, первый секретарь, консул, и смотрю, у нее в декларации почему-то оказывается муж в Мехико работает в Черноморнефтегазе. То есть в государственной компании, которая по документам владеет этим кораблем. Этот, он работает в Черноморнефтегазе, ее муж официально, и они не хотят высказывать этот протест. То есть, ну, понятно, что тут еще и посольство наше замешано. То есть, получается, я так понимаю, люди с государственной компании Черноморнефтегаза, которая подчиняется напрямую нафтогазу нашему, имея родственные связи с послом и посольством, вернее, консулом, да, консулом украинского посольства в Мексике, просто игнорируют все движения по отчуждению этого корабля на территории Мексики. И поэтому, получается, от государства никто не заинтересован в том, чтобы этот корабль находился в юрисдикции Украины. Ну, я же говорю, я когда зашел в декларацию, вот здесь декларации, у него официально в декларации она оказала мужа, ну, он другой фамилией, что он работает в Мексике и получает официально зарплату от нашей государственной компании, которой принадлежит этот корабль. А ее, ну, его жену просили, как консула с посольства, высказать протест, и она в этом отказала. Потом, ну, с посольством, понятно, даже он недавно видел министра, к Улебу Дмитрия обратился, как бы написал, ну, жду ответ, как он отреагирует на этот вопрос. И потом, так получилось, ну, благодаря нашему суду, благодаря исполнительной службе, благодаря, как бы, все оперативно все сделали, подписали мне, я буквально 19-го числа, 19-го, 10-го вылетел в Мексику, сразу, я даже вещи не успел собрать, первым самолетом через Италию на Мексику улетел. Прилетел я туда 20-го, поехал в Мериду, прилетел, и с Мериды уже 22-го, это был понедельник, в 9 утра я был в штате Кампетча, это там, где проходил вот этот аукцион, и что, ну, интересно, когда я, там тоже электронная база распределения судей, мы подали документы, и электронная база дала, перевела этот судебный разбиратель, и я просил приостановить, так как я, он у меня находится под арестом, я попросил приостановить будь какие действия по аукциону, но это распределение показало того судью, который вел этот аукцион, и адвокаты мои сказали, что нам однозначно нужно делать протест против этого судьи, а там не такая система, там вот у каждого суди свое здание, у суди 20 секретарей, 100 помощников, такой муравейник, то есть там судья, это царь и бог, заходишь, я зашел в этот кабинет, там где судебный, ну судья принимает, это все в черном дереве, в золоте, такой этот, этот, ну, я выступил на суде, попросил, так как мы, ну я прилетел, и так как он проводит аукционы, я считаю, аукцион незаконный, по подставным документам, так как я знал, что компаний юридических, даже тем лицам, которым сдавался этот Бирбоу-чартер, а именно Балтик-Афшору, у них не было никаких договоров юридических с этой кипрской компанией, то есть и даже той мексиканской, которой тоже банкрот, тоже не было никаких юридических документов. Ну и в итоге отвод судье получился? Да, отвод получился, я когда вышел, он при мне там пачку сигарет за полчаса выкурил, ну, нервничал, наверное, уже деньги, наверное, делили они там. А как они вообще должны, ну, механизмом было, вот это полтора миллиона долларов, которые они оценили, он был закрыт. Они просто бы заплатили полтора миллиона долларов 24-го числа в суд. Услуги суда стоили 10%, это 150 тысяч, а все остальные деньги, так как они предъявили долг по заработной плате, вернулись бы им назад. То есть фактически этот бы корабль ушел за 150 тысяч долларов. Что касается потом, ну, то есть после обеда уже был назначен другой судья, и я выступил где-то уже там часа в два, в три у другого судья, они меня как бы просканировали, взяли им, что я подписан, то, что оказывается, если бы я даже доверенно сдал на адвокатов, это бы не приостановило, им надо был человек, который подписывал, личное присутствие отдает. Я выступил и попросил сделать приостановку этого аукциона, потому что я считаю, что он незаконный. Таким делом я вступил в это производство, заблокировал этот аукцион, 24-го числа на аукционе, ну, аукцион, как бы, он был оглашен, но потом решением второго суда судьи, который был там рядом, они зачитали, что в связи с заявлением украинской компании «Укротом Энерго» по заявлению Токрова Лисеевича и документом, так как он считает, нам надо разобраться, мы приостанавливаем этот аукцион. Все. Что сделала само «Черноморнефтегаз»? «Черноморнефтегаз», выплачив фактически миллион долларов юридической компании, приезжает на суд ровно на день позже, не 24-го, а 25-го часа. То есть, когда уже суд прошел? когда уже акцион прошел, а ты уже, если акцион проходит, то никто не имеет права, ни одна международная инстанция, вообще никто не имеет права, этот корабль бы считался очищенный от всех долгов. то есть, то есть, юридическая компания, которая получала от государственной нашей компании деньги, официально, примерно под миллион долларов, они просто вовремя не приехали на суд? Да, вовремя не приехали на суд. Ну, вопрос еще не то, что... И это не шутка. Это не шутка. Они приехали 25-го. Не, согласитесь, сильно все-таки защищают именно государственные интересы Украины. Ну, я вам еще... Ну, они все-таки хоть приехали, да, хоть, ну, ну, понятно. Как смысл, если после акциона они приехали? По закону Мексики, если ты опаздываешь, так же, как и у нас в Украине, по нашему законодательству и украинству предприятия, имеют право до какого-то определенного дня заявляться, кредиторы. Так же самое здесь. Они приехали на день позже и предоставили документы не апостелированные с украинского языка на испанский. Ну, апостелизацию должны были сделать. Что они являются? Вот собственник, вот он стоит в регистре, вот порт приписки там Одесса, они там свой устав, директор, там доверенность, там все. То есть такая якобы случайная халатность. И, да, они приехали, но приехали, предоставили с английского на испанский переведены. Они не доказали даже то, что они являются собственниками этого корабля. То есть фактически сейчас в этом производстве я уже держу его полтора года, не даю кипрской компании его украсть. И мне там звонили в 19, ну, когда уже, понятно, я думал, что я приеду, то мне сделают, как бы, какую-то, наверное, награду дадут, там скажут, молодец, хороший парень, отстоял наше имущество, не дал украсть, причем я не претендовал на этот корабль, я просто его не дал украсть. Я же думал его вернуть назад. Я пишу, а, я получаю иск от Черноморья нефтегаза, то, что по тем договорам и судебным решениям, то, что я не дал украсть, они решили его признать недействительным, для того, чтобы, если они признают его недействительным, они делают апостелизацию, отвозят туда в суд Мексики и говорят, это был недействительный договор у нас. Я уже запутался. То есть... Короче, теми документами, которыми я, у меня был наложен арест на этот корабль, я защитил имущественные государственные права в Мексике, не дал украсть на кипрскую компанию, они решили через суд признать эти документы недействительными. Все документы недействительные. Вы им просто не мешали продать втиху этот корабль. потом... И это юристы, которым с бюджета оплатили примерно под миллион долларов. Нет, это уже судятся на месте тут в Украине, судятся именно наши юристы, там бегают юристы, адвокаты, там их... Нет, я думаю, что государственная оппозиция, государственная компания. Просто, знаете, не мешайте нам продавать государственные имущества втиху. И все будет хорошо. А потом вторая, я думаю, ну, надо, наверное, написать письмо. А, я обращал Порошенко, когда я прилетел, Порошенко сказал почему-то вроде, как бы, я лично с ним не разговаривал, но мне передали, что он постарается решить этот вопрос, но если останется на второй срок. Ну, думаю, ну, подождем. Тут становится наш Зеленский президентом, я думаю, надо, ну, там, устаканилась у них там администрация, все, я думаю, надо написать письмо, потому что там есть такой порядок перезалога для того, чтобы мне вступить было в права, я должен был заплатить 150 тысяч долларов, 10 процентов от оценочной стоимости. То есть мы внесли этот залог даже. Ну, мне адвокаты говорят, если ты не сделаешь перезалог, там, то придется, ну, как бы, киприоты все равно его, как бы, через суд опять выставят на аукцион. Ну, думаю, надоело, как бы, отстаивать за свои деньги, биться об стенку имущественные, ну, национальные интересы за свои частные деньги, эти миллионы, если зарплаты и премии выписывают, там еще хотят и то потерять, ну, как-то, ну, думаю, обращусь, напишу официальное письмо на президента, ну, я написал на президента, на главу офиса президента, написал на Геруса, написал на Гончарука и написал на Оржеля. Набрал я Геруса, Герус сказал, что ты мне звонишь? Ну, Андрей говорит, я говорю, как, ты глава комитета по энергетике, да, нефти, газа, энергетики, все, что связано. Я говорю, пожалуйста, обрати внимание, вы знаете, кто у вас там по структуре, там, чтобы мы этот корабль все-таки вернули, спасли. Ну, короче, говорит, не звони мне. Ну, проходит время, то есть, я опубликовал на Фейсбуке этот документ, то, что я написал на президента, там, на всех этих, офис президента, на главу комитета. Ну, через где-то, буквально через, там, две недели я получил новый иск в суд за приныжение чести, морали и гидности НАК нефтегаза на международной арене. То есть, ну, я вообще уже тогда, знаю, посмотрел, думаю, ну, это какой-то ужас. Потом первая инстанция... То есть, вы просто помешали им втихую продать за копейки на офшор, на кипрский, я так полагаю, корабль украинской государственной компании и за это вас... Из-за этого меня постоянно судят. Да, за это вас судят по украинскому законодательству, за то, что вы обижаете честь и достоинство на нефтегазе Украины. Да, да, да. Я ничего не перепутал. Нет, ничего не перепутал, я вам даже документы все привезу. Нет, ну, я думаю, что такое бывает только в Украине. Ну, месяц, у меня вот этот месяц было четыре заседания с нефтегазом. Потом нефтегаз понял, что он проигрывает и не может доказать, что те документы, которыми я не дал украсть в Мексике корабль, они подают еще один риск на меня. Он уже нефтегаз подает. Кобалев, что так как они мажоритарный собственник компании Черноморнефтегаз, и они не были в судебном производстве, хотя у меня документы от них, что типа они не имеют отношения к Черноморнефтегазу, типа это ваши юридические дела, там экономические, хозяйственная деятельность, разбирайтесь. Они подают, что просят признать, что они мне ничего не должны. Ну, то есть еще один шаг какой-то, как-то легализировать и предоставить туда в Мексику документ, что, Валера, убрать меня с судебного производства. Хотя я написал четко в письме к президенту, ко всем, что давайте, так как я состою в судебном производстве в Мексике и нету больше ни одной компании, ни государственной компании, никого, я предлагаю следующую схему. Через меня вы заходите в судебное производство по доверенности или как-то еще каким-то способом. Мы признаем, делаем экспертизу кипрской компании, что они предоставили поддельные документы по заработной плате. Это стоит там буквально, я не знаю, это можно за миллион гривен, может, там за полтора. Потому что, ну, там есть своя процедура. Это признать, что это не действительные претензии и отторгнуть полностью, ну, разбить этот аукцион судебный производства. Таким образом, я отказываюсь от своих претензий к этому кораблю. И вы сразу выходите чистыми, опять же, собственникам этого корабля. Вы снимаете его с мели, завозите, ремонтируете его. Тем самым, вы предъявляете претензию государственной компании САЭ, которая частично тоже нанесла ущерб государственной компании. В размере около, на сегодняшний день акт претензий может составлять около 30 миллионов долларов. За эти годы, то, что он не переносило прибыль, он тоже, как бы, ну, понятно, то, что и халатность нашей директора Черноморного нефтегаза, и там было, как бы, ну, это уже судебный. И еще отсуживается там. Этот корабль дальше работает и приносит прибыль государству. Ну, как-то не получилось мне. Я еще там, помню, с Коболевым переписывался, он мне писал там, я говорю, давай спасем корабль, а он мне скидывает какие-то заказные статьи, ты там квартиры сдавал посуточно там в Симферополе. Я говорю, Гордону можно сдавать квартиры, а мне нельзя. Ну, если бы и были у меня имущества, то, я говорю, какая разница. Я говорю про корабль, а вы мне тут про этот, про какие-то... Понятно. То есть, а вот эти все моменты вы документально можете подтвердить, Конечно, все есть документы. И вы сможете предоставить их нашей редакции телеканала КРТ для изучения, для того, чтобы мы тоже могли освещать этот процесс. Абсолютно есть вся хронология от 2013 года, от момента наших договоров, судебных всех решений, полностью там, ну, очень много, там, я не знаю, около 5000 листов. Поэтому... Хорошо, я думаю, нам будет тоже очень интересно изучить эти документы и освещать максимально этот процесс. Это, я думаю, что абсолютно неправильно. Спасибо вам, кстати, что пришли в нашу программу, время программы, к сожалению, уже, собственно, закончилось. Все, спасибо. Это была программа «Без протокола». С вами был я, ее ведущий, Дмитрий Василец. Сегодня у нас в гостях был Валерий Токар, генеральный директор УкрАтомэнерго. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...